Сегодня состоялось аффилляционное рассмотрение уголовного дела в отношении БАУ Владимира. Но защита, так скажем, результатами, конечно, недовольна, по той же причине, что мы просили оправдать его по всем пунктам обвинения, которые имелись. Просили еще дополнительно суд оценить те обстоятельства, которые мы озвучивали. Прежде всего у нас претензии к предварительному расследованию и судебному разбирательству. Это заинтересованность сотрудников полиции, которые давали показания в ходе судебного заседания, заинтересованность самого потерпевшего. Фактически мы считаем, что все уголовное преследование, которое началось с привлечения его по 319 статьи Уголовного кодекса по оскорблению сотрудников полиции, заканчивая 321 УК РФ. Все это политическая составляющая, так скажем, за его принципиальную позицию в отношении Украины. Он как гражданин Украины не принимал, соответственно, позиции по аннексии, всячески отстаивал и конфликтовал с местными властями, сотрудниками полиции. Ну и таким образом решили с ним расстраиваться. Что касается данного апелляционного рассмотрения. Во-первых, он сегодня не присутствовал, так как он посчитал, что ему необходимо, прежде всего, очно присутствовать в ходе судебного заседания. Но суд посчитал, что видеоконференции достаточно. Второе. Мы указали дополнительную заинтересованность сотрудников полиции по последнему делу. Мы указали на необъективность рассмотрения уголовного дела и просили, прежде всего, его оправдать. Так как нет доказательств, которые посредствовали о том, что он совершил действие в мышлении. Как мы видим из материалах уголовного дела, сотрудники полиции, а именно сотрудник полиции Токаченко его спровоцировал. Так скажем, мы воспользовались ситуацией, при которой он смог обвинить Балуху. Но Балух первый его обвинил в том, что он его ударил, фактически продолжил оббиение потом в камере. И Балух, соответственно, написал первое заявление. Токаченко, видя такой разворот событий в отношении себя, посчитал, что он тоже может написать, соответственно, рапорт самостоятельный и начать уголовное проследование Балуху, что мы, собственно говоря, получили. В деле очень много процессуальных нарушений, материальных нарушений, процессуального законодательства, уголовного правового законодательства, которые мы раскрыли, собственно говоря, в апелляционной жалобе. Суд все эти нарушения посчитал необъективными, незначительными. Посчитал, что это переоценка доказательств со стороны защиты. И оставил приговор в силе, единственное, применив смягчающие обстоятельства. Вот, в принципе, и вся ситуация. Состояние здоровья Балух, конечно, плохое. У него имеется проблема с сердцем и с внутренними органами. Также есть подозрения, вроде как, на язву. Либо панкреакий. Сейчас в настоящее время мы пытаемся подобрать врачей, которые бы могли его посетить. Но пока нам это не удается, потому что врачи по необъяснимым нам причинам отказываются его посетить, потому что он был обследован полноценно. И фактически мы сможем его полноценно обследовать, когда он поступит в колонии. Потому что, как осужденное лицо, он имеет право на полный спектр медицинского обслуживания. Пока лицо находится в следственном изоляторе, за судом, либо за органом предварительного расследования, полного лечения такое лицо получить не может. Только в случае, если его жизни угрожает, критически угрожает опасность. Ну, например, смертель, скажем. Либо переход в бессознательное состояние. Вот тогда его могут перевести в больницу. Пока человек в сознании, критического состояния нет, но имеется заболевание, уголовно-исполнительная система не предпринимает никаких шагов для его непосредственно полноценного лечения.